Добрый день! Добрый день! Вышли же? Скину немного. Вышли же? Да. Чуть подише. Я вас всех приветствую. Я думаю, на самом деле, считаю, что сегодня торжественный день. Да. Может быть, его на днем рождения, или на днем обновления. Но если кто знает Библию, вы можете посмотреть, всегда, когда народ Божий, там всегда были такие времена, что он рассеивался, потом собирался. Даже ученики, когда Иисус шел на крест, они не знали добиваться, рассеялись на какое-то время. Но потом они собрались. И это это потом стало всем известно. И это принцип, понимаете, божественный, собираться. Потому что один в поле него, понимаете, и суть церкви, это и есть собрание избранных, собрание, в оригинале это слово переводится вызванных. Я уже это тоже объяснял. То есть это такой принцип, это люди, обладающие властью, которые собираются в церковь, это слово некрессия означает собрание городское. Это собрание людей, которые собираются для того, чтобы решать белогород. Понимаете? Это люди, которые ответственные за город, которые переживают за это, у которых есть полномочия, есть власть над этим думать, чтобы улучшать жизнь города. Понимаете? И вот это суть церкви тоже. Одна из, да? Мы не скажем, что это вот все в себе заключается, но это нужно понять. Поэтому я вам сейчас хочу прочитать Макфея, 16 глава. Евангелие от Макфея. Кто знает, что там написано? Нет, нет, не нужно написать. Но почти. Это где-то... А, это с 15 стих, пожалуйста. То есть вот Иисус спрашивает, за кого меня люди почитали. И учитель начинает отвечать, тот за имя крестителя, который вас креется в мертвых, кто-то за одного из пророков, и учителям все это отвечает. И вот тот за имя крестителя, кто-то за одного из пророков. Иисус говорит, а вы за кого? И тогда Петр ему вот отвечает, да? Давайте мы прям прочитаем. Он говорит, а вы за кого прочитаете? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога живой». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Иоанн, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но оден свой сущий на небеса». И я говорю тебе, «Ты Петр, и над всем камнем я создал церковь твоя, и врата ада не одоляют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, оно будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, оно будет разрешено на небесах». Аминь. Вы понимаете, что это не просто слова? Это не просто для Петра. Это суть церкви, что он говорит, что вот на этом откровении, что кто поймет, что я Христос, да? Отец это откроет. Он говорит, ты это говоришь не потому, что ты это говоришь. Ты это говоришь, потому что тебе отец это откроет. Поэтому ты можешь это понять, и можешь это осознать. И Он говорит, вот на этом откровении, на людям, которые будут иметь это откровение, я создам церковь мою. Или из людей, которые будут иметь это откровение, я создам мою церковь. И Он говорит, врата ада не одоляют ее. Мы иногда боремся, сражаемся, мы можем много что говорить, но действительно уже многим понятно, что ад, он здесь бывает на земле. Для многих. Вот иногда то мышление, то, как живут люди, те зависимости, в которых они находятся, то, как может быть, сожаление, переживание. Знаете, Иисус говорил, что Он так это в притчах отображал, говорит, те, которые будут снаружи, да, будут, помнишь, там притча о пире, да, будут те, которые внутри, они будут ощущать пир, они будут ощущать радость, они будут ощущать праздник, а будут еще те, которые снаружи, могут выпустить его, в эту наружную, там, где плач и скрежет зубов. Да? Что такое плач и скрежет зубов? Это разочарование, это сожаление, это неудачи, это, сами понимаете, да, кого же он мучает, да, и вот это вот тьма наружная, то есть, есть те, которые внутри, это и есть церковь, и есть те, которые снаружи. И Иисус сказал то, что вот эту церковь врата не отолеют, понимаете? И мы в Библии знаем, что вот этот город, который сходит с небеса от Бога, да, что там ворота не будут закрываться, что там будет радость, там не будет слез, там не будет печали, это все на самом деле о земном, и о небесном тоже. Поэтому мы, нам нужно слово, нам нужно понимание того, что вообще Бог делает, сделал и будет делать, для того, чтобы, ну, не быть невежным, для того, чтобы не быть снаружи, для того, чтобы быть снутри, внутри, да. И дальше он говорит Иисус Петру, что не просто, да, врата ада, нет, да, я тебе еще ключи, да, я тебе только ключи, которые, Метру, будешь открывать, да, и вы будете открывать, да, что вы будете открывать? То, что свяжете здесь, будет связано на небо, то, что развяжется здесь, будет развязано на небо. И я вот, я попал в этот зал, и что-то переключилось, я вот увидел, мне понравилось это, я тут немножко переживал найти зал, я не мог никому доверить это, потому что я понимал, что мне нужно самому посмотреть, мне нужно почувствовать, я понимаю, как это важно, место, и вообще, что мы собираемся делать. И, конечно, я пришел, у меня что-то внутри взыграло, я ободрился, и сейчас это продолжает действовать, и как будто бы что-то переключилось. Знаете, потому что, вот что произошло в грехопадении Адама, тогда он упал. Там произошла одна важная суть, ему было сказано, когда он это совершил, он упал в грех, грех отделил человека и Бога, и ему Бог сказал, теперь проклята земля за тебя, теперь ты будешь трудиться, и ты будешь поделиться, добывать свой хлеб. Тебе будет тяжело, тебе будет трудно. И вот эту проблему как раз решает Иисус Христос. Эту проблему грехам он решает, для чего? Для того, чтобы земля нас начала опять благословать, как людей. Что такое земля? Это, ну, это все, в принципе, это жизнь, это вот то, что мы, чем мы живем, знаете. Потому что я немножко как будто бы привык к этому состоянию, что в жизни все так трудно. Вот ты, ты делаешь, ты работаешь, ты зарабатываешь эти, я знаю, как многие люди живут. Зарабатывают копейки, не хватает ни на что, да, тяжело. И мы уже привыкаем, что как будто вот так оно должно быть. Вы знаете, не должно быть так. Бог так не планировал. Бог планировал, чтобы люди жили на этой земле, да, трудились, но получали удовольствие от этого. Чтобы им хватало, чтобы им хватало, чтобы им хватало, чтобы иметь самим, чтобы давать любви. Понимаете? И вот это Иисус Христос тоже решает. Понимаете? Вот это вот. Когда, ведь что означает грех? Слово грех переводится как выстрел мимо, да, или попасть мимо цели. Это не только наркотики, алкоголь, как мы привыкли, какие-то страшные уже извращения. На самом деле грех это все, что мимо цели. Это все, что, ну, понимаете, это разочарование. То есть, что это означает? Вот ты, да, там, стреляешь по мишени или кидаешь, там, из лука, там, ну, как пример просто, да. И ты вот раз, и чуть-чуть не туда идешь. Ах, почти. Да? И мы почти, иногда вообще далеко, и так далее. И мы вот привыкаем так жить, что жизнь, она как будто бы, вот, мы никогда не можем найти тут, вот, свою цель и попасть туда. Но, вот, Иисус решает эту проблему, и на самом деле, вот, Бог хочет, чтобы вот наша жизнь начала попадать в цель. Что те решения, которые мы принимаем, то направление, куда мы движемся, оно не было просто вот как в темноте, повезет или не повезет. Понимаете? Потому что, ну, на самом деле, Бог, это Бог благословения. Написано, благословение Божье истинное богатство. Оно истинно обогащает и печали никакой с собой не приносит. Понимаете, нам это нужно. Нам это нужно, нам это нужно, во-первых, понять, да, для того, чтобы у отца попросить. Нам нужно понять, кто такой Бог и что Он дает. Что Его дары и Его исцеление, оно, в первую очередь, духовное есть. Оно, в первую очередь, влияет на то, как мы видим ситуацию, как мы реагируем, какие решения мы принимаем, какое настроение внутри нас находится. Он Отец Духа, понимаете? И Он это исправляет, Он это поправляет. Поэтому это очень важно, на самом деле. И это все работает, вот то, что я вам сказал о благословении, именно в церкви. Потому что то, что мы сейчас прочитали, Иисус сказал, что от ада не отодевает церковь. Все, что вне церкви написано, ну, псы и чародеи, да. Мы не будем сейчас этим стиком там судить людей, потому что, ну, это не об этом, да, не для того, чтобы людей там обзывать. Но я хочу передать суть вот эту, да, что мы собрались, и мы важны для Бога. Не как вот только один человек, который важен для Бога, а именно как собрание. Потому что один, как я сказал, поле не боя. Вы знаете, вы видите, как сейчас там политические вопросы решаются, как эти партии там, или кто-то, они борются за людей, чтобы привлечь к себе. Там всякие блогеры, всех людей хотят привлечь. Потому что понимают, что вот, ну, в этом силах, в этом силах, где люди соберутся, на самом деле они решают. Люди могут поставить президента, люди могут снести президенту, понимаете? И реальная власть, она всегда, как бы, ну, у людей, ну, когда они собрались. Я, опять же, да, не хочу куда-то политически призывать, это просто как пример, я вам привел. Но врата надо, и власть духовная, она у тебя связывает, развязывает. Связывает зло, развязывает благословение, высвобождает. И так, и мы видим, Ветхий Завет, он нам дан как прообраз, когда вот этот народ израильский собирался, и проводилось служение, и люди просто в этом участвовали. Они просто работали, но они участвовали в этом, да, своими приношениями, своими десятинами, они обеспечивали вот это служение, чтобы оно было, просто было у этого народа. И Бог благословлял весь народ, всю страну. Вы понимаете, потому что, ну, я заметил, вот чуть-чуть хочу вам пророчествовать это, потому что я почувствовал это пророчество, что как будто вот время это уже приближается. Когда вот это вот проклятие, оно ослабеет, оно перестанет действовать. Когда то, что мы будем задумывать, оно будет делаться. То есть те проекты, которые мы будем хотеть выкладить, они будут получаться. Те объекты, которые мы захотим взять и работать, они будут наши, да, и будут, что-то будет происходить, что нам будет что-то вот поспешистить, понимаете. Вот, потому что часто это все в белоначах, да, и поэтому в Библии написано, да, не всегда быстрый выигрывает, не всегда богатый и сильный побеждает. Но все и во всем случае, да, ослабляет это здоровое имя Бога. Поэтому нам очень важно это, чтобы вот Бог был с нами. Аминь. И для этого мы собираемся. Для этого мы собираемся, для того, чтобы пребывать в условиях, прославлять его имя, чтобы огонь на жертвеннике горел, да, чтобы служителя служили, чтобы прославление лилось, молитвы шли и так далее. Поэтому и здесь очень важно постоянство, понимаете, постоянство. Работает очень сильно постоянство. И мы, как говорим, мы не знаем, как это все до конца работает, там, да, но оно работало. Иисус сказал, церковь построю, брата Ады не одолею и ключи дам. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас встанем и пославляем Богу, будем молиться имя. Потому что на самом деле, да, вот пробовать, мы считаем, что многие говорят, что, самое главное, говорят, даже так принято, что все зависит от проповедей. Насколько он хорош и так далее. Но на самом деле, самая важная часть служения – это прославление Бога. Это сам народ, который стоит перед лицом, и Бог сходит именно на это. На чистое сердце, на искреннее желание, на душу. Аминь. Молодец. Молодец. Молодец.